Сообщается, что Абу-Наджих Аль-Айрбат Ибн Сария сказал «Однажды посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, обратился к нам с увещеванием, от которого наши сердца стали испытывать страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали «О посланник Аллаха, это похоже на увещевание прощающегося, тогда и же нам наставление». Он сказал «Воистину, мое наставление вам, бойтесь всемогущего и великого Аллаха и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине, тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем, и ни в чем не отступая от этого и полностью избегая новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение». Этот хадис привели Абу Дауд и Ат-Тирмиди. Передатчик хадиса Аль-Айрбат Ибн Сария был одним из аскетов среди сподвижников, жил в Хомсе и передал всего четыре хадиса, умер в 1975 году по хиджри. Его слова обратился к нам с увещеванием, то есть с речью, в которой есть назидание, повеление к одобряемому и остережение от порицаемого. И чаще всего увещеванием называют слова, в которых есть либо устрашение, либо побуждение. Особенно часто это бывает именно в устрашении. Абу Уэйль говорил, Ибн Масуд видел и разговаривал с ним каждый четверг. И один из людей обратился к нему, «О, Абу Абдурахман, нам очень нравится общаться с тобой, нам бы хотелось, чтобы это было каждый день, чтобы ты учил нас и чтобы мы могли задавать вопросы». Ибн Масуд сказал, «Мне не мешает ничего сидеть с вами каждый день, кроме того, что я боюсь надоест вам». Когда пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, обращался к нам с назиданиями, то делал это с перерывами. То есть это к тому, что человеку не стоит надоедать людям с назиданиями и проповедями. Людям может быть это трудным. И как передается, Абу Гурейра обращался к людям каждый день, опираясь на стену дома пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, в котором жила Аиша, да будет доволен ею Аллах, и между ними было лишь окошко. Абу Гурейра иногда обращался к Аиши, которая была за стеной, и говорил, «Если в моих словах что-то, в чем ты хочешь поправить меня?» И однажды она ответила, «Нет, кроме того, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, не делал этого каждый день». Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, давал людям отдохнуть от проповедей, а у некоторых с этим бывает перебор. И даже на свадьбах устраивают длинные лекции. Это свадьба, братья, не урок. Люди могут уставать от этого, и им может начать уже не нравиться это, и они перестают понимать. Поэтому очень важно время от времени давать людям отдохнуть от проповедей. Слова обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы. То есть сердца их устрашились. Как сказал Всевышний, верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха. Слова передатчика – это похоже на увещевание прощающегося. То есть проповедь была настолько чувственной, что сподвижники почувствовали, что это предсмертная или последняя проповедь пророка. Поэтому они сказали «Так дай же нам наставление», то есть «Завещай нам». Хотя пророк, саллиллаху, давал и много советов, но если это последняя проповедь, то дай нам такой совет, который был бы нам достаточен, который был бы полезен нам в этом мире и в мире вечном. Тогда пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Поистине тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много раздоров». То есть пророк, саллиллаху алейхи ва салям, рассказывает о том, что будет в будущем. Это подобно тому, что он говорил, что после его смерти правление на пророческом пути продлится 30 лет, а затем придет царство. То есть это все предсказания, которые дал ему Всевышний Аллах. Дал понять, что времена будут меняться, «Сегодня так, а завтра будет уже по-другому». Передается, что Анас ибн Малик зашел к кому-то из правителей и увидел что-то порицаемое. Тогда он сказал, «Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, уже поведал нам, что мы увидим после него удивительные и порицаемые вещи». То есть все это было уже нам предсказано. Тогда этот правитель сказал, «И что же вам было повелено делать в таком случае?» Анас сказал, «Нам было велено проявлять терпение, пока мы не встретимся с ним. У водоема в судный день». Правитель сказал, «Так проявляй терпение». Это к тому, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, не говорит от себя. Это то, что ему было внушено Всевышним Аллахом. И все это сбывается. Как и то, что он предсказал, что иудеи разделятся на 71 группу, христиане на 72, а его умма на 73 группы. Затем пророк, саллиллаху алейхи ва салям, дал выход из всех этих ситуаций, сказав, «Вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов». Относительно сунны праведных халифов было несколько мнений. Является ли это то, в чем они сошлись с пророком, саллиллаху алейхи ва салям, или у них есть своя сунна? Если сказать, что это то, в чем они сошлись с пророком, саллиллаху алейхи ва салям, то тогда между ними и остальными мусульманами не остается разницы. Поэтому более верным является то, что у них есть своя сунна. Не в том смысле, что они сами придумывают что-то, а в их понимании Корана из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что их понимание ставится выше понимания остальных. Например, когда Али ибн Абуталиб во времена его халифата приказал дать плети Валиду ибн Угбе, который пил спиртное, Али сказал Джа'фару «бей», а сам считал удары. И когда он дошел до сорока, сказал «достаточно». Затем сказал «посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, бил за это сорок ударов, Абубакр бил за это сорок ударов, Умар бил восемьдесят ударов». И все это является сунной. То есть то, что Умар бил восемьдесят ударов за спиртное, назвал также сунной. Также можно сказать о втором азане к пятничной молитве, который установил Утман. Во времена пророка был один азан, во времена Абубакра один, во времена Умара один, а во времена Утмана, когда город уже стал больше и было много домов вдали от мечети, было верено, чтобы Муадзин читал еще один азан о приближении времени молитвы. И это стало сунной вплоть до наших дней. То есть и сунна халифов – это то, как поняли Коран и сунну праведные халифы. Их всего пять – Абубакр, Умар, Утман, Али и Хасан. Это те, кто правил 30 лет на пророческой основе, как предсказал пророк, саляллаху алейхи вассалям. Этот отрезок называется пророческим праведным халифатом. Затем началось царство Муавии, да будет доволен ими всеми Аллах. Абубакр – Абубакр – Абубакр –